приветствую вас дорогие друзья добро пожаловать на канал mortal spiritus сегодня вас ждет практический видеоматериал где я показываю и рассказываю уже на кладбище как подготовить место и пространство для вашего новопредставленного умершего далее мы уже предметно обо всем поговорим в мельчайших подробностях вы увидите мое рабочее кладбище мой рабочий лес я благодарю вас за внимание итак смотрим приветствую вас уважаемые подписчики видео будет несколько таким сумбурным и трясущимся я вам буду рассказывать что мы делаем на кануне похорон нужно отправиться на кладбище сейчас мы не идем к тому месту где будет проводиться захоронение мы выбираем пространство которое понравится нам я сейчас не буду заходить центральный ход сущности меня уже поздоровалась и поприветствовала их мы идем дальше кстати вот мой рабочий лес где я взаимодействую с темными духами сейчас осень все энергетика его передать невозможно вот то чувствительные хорошо прочувствует вот эту атмосферу энергетику естественно сам процесс и показывать вам не буду не имеет смысла ну как все-таки магия это тайна она должна быть сокрыта не уважая не понимая тех практик которые демонстративно именно не как обучение а как демонстрацию проводят обряды мы находим комфортное и удобное место я не буду сейчас работать здесь где мусорка я найду просто комфортное место для меня самой что мы делаем мы должны разложить отношения кстати можно идти как днем так ночью оставляем дары приготовленном виде и просим систему кладбища энергетику хозяина хозяйку эгрегор место принять такого-то такого-то человека принять достойно это своего рода небольшое насыщение и обращение дальше идет диалог с родом это уже запишу отдельно . здесь солнышко плохо видно вот он вам пример где можно брать ведьмину воду у кого есть рядом с кладбищем вода я уже обратилась к хозяинам хозяйки моментами ко мне на кустик прилетели птички до сих пор доносится такое что-то такое стрекотание тонкий мир говорит с нами звуками он не способен на какие-то прямые вмешательства в мир живых но он говорит шорохами звуками вибрациями и вся живая природа здесь это способ диалога с нами то есть мы просто обращаемся к миру мертвых просим о поддержке о помощи и так далее после этого вы идете на родовое захоронение если она далеко в другом городе идете на безымянное или одноименное хотя бы совершаете обязательно уборку обязательно обращаетесь кому-то из представителей рода и просите поддержать помочь пришедшего своими словами никаких заклинаний заговоров и всего прочего вы просто просите о поддержке помощи вот такое мое рабочее кладбище все те кто меня спрашивали можете попробовать проанализировать энергетику места если вы чувствительны это уже накануне похорон что делается еще хотела рассказать интересные вещи о по смерти вы знаете чем мучительный человек уходит из жизни как бы это странно не казалось тем маха легче ему будет по смерти это все обуславливается тем что страдание это уже своего рода отработка тем меньше он будет мучиться в инфернальных мирах конечно бывают те случаи когда человек умирает легко тут два варианта или вы будут мучить там или он просто не имеет никаких уже привязок к мир живых и переходит легко смерть умная разумная сознательная она знает как и кого забирать поэтому даже иногда человек накануне смерти болит очень много это прежде всего связано с тем что он уже начал отрабатывать и сущности смерти помогают позволяет ему облегчить все вот эти страдания кстати будет вам слышно или нет послушайте какие у меня здесь вибрации слышно вам как рев какой-то в этом можно тоже что-то услышать кстати звучание очень напоминает звуки мертвых конечно это шум города шум природы но тем не менее это был небольшой момент моей практической работы которая засняла я вам сейчас поговорим обо всем более детально и так когда выбрано место где будет захоронен ваш умерший предок родственник даже пусть вдруг вы в дневное время не нужно идти вечером не нужно запрашивать тот план который не отвечает за принятие мертвого и так вы приносите подношение здесь уже не нужно готовить огромный роскошный стол для духов вы берете хлеб шоколад можно взять зерна пшеницы почему бы нет выбираете место которое вам понравилось или если вы практику вы можете посетить свое рабочее место и после этого обращаетесь к хозяину хозяйки можете обратиться ко всему миру мертвых все зависит от точки вашей сборки так скажем если вы практик вы обращаетесь к хозяину хозяйки если вы просто теоретик или человек вы обращаетесь к миру мертвых и просите принять такого-то такого-то человека после этого вы идете на родовое захоронение или как вы услышали можно одноименное или безымянное убираете его и через него обращаетесь к своему роду какому-то его представителю и просите принять и поддержать на вашего предка естественно это уже произошло то но вы должны это сделать напитать свой рот и кстати обязательно не забудьте для не забудьте о дарах для рода вы должны его энергетически напитать после этого мы начинаем работать с эгрегором если ваш мертвый был атеистом здесь мы не делаем ничего если он имел отношение к христианскому эгрегору да мне самому популярному сейчас эгрегору то вы поминаете его в церкви ставите свечу за упокой но не тогда когда уже было отбивание а предварительно вы обращаетесь к эгрегору не какому-то конкретному святому иисусу богоматери вы обращаетесь ко всему ко всей силе в целом просите принять поддержать и вести все равно эгрегор как мы к нему бы не относились будет откликаться на те энергии которые культивировал человек при жизни данный и это будет формировать или его личный рай или его личный ад мы же своими упрошениями своими обращениями можем каким-то образом в это вмешаться хоть это и не будет стопроцентной трансформации если человек был при жизни ублюдка но что-то мы сделать можем далее для человека очень важен помин особенно в первые дни что делали лично я когда умерла моя бабуля я купила целый мешок конфет печенье все разложила по пакетикам разнесла по всему дому где она жила передавала лично в руки каждому и говорила умерла новоприставленная галина помините это очень полезно и нужно этот помин своего рода питает нашего мертвого после этого происходит поминальный вечер не забываем про правила праздники не устраиваем не чокаемся не слушаем музыку не хохочем анекдоты не травим здесь нужно вспоминать нашего мертвого делиться приятными воспоминаниями таким образом мы тоже его питаем и энергетически насыщаем следующий момент практики у кого есть алтарь и в течение десяти-двенадцати дней вы можете разместить фотографию человека на своем алтаре можно и украсить цветами и обязательно его кормить и помимо того что принято отвозить утром завтрак какие-то фрагменты элементы еды вы оставляете на своем алтаре и приглашаете своими словами вы же имеете до сих пор определенную связь со своим умершим человеком вы предлагаете ему питаться и насыщаться если есть страх то не нужно этого делать мне сейчас на данный момент алтарь весь цветах и там есть эта фотография несмотря на то что моя бабушка уже ушла как бы это странно не звучало но магов практиков колдунов их всегда забирают намного быстрее нежели чем обычного человека обычный человек может уйти не имея привязок к этому миру особенно если есть какая-то предрасположенность к неупокойности самый эффективный способ это кремация когда моментально разрушаются все связи человек просто уходит в иной мир да при этом страдает его сознательный или бессознательный фантом ну по крайней мере его божественное тело или как я это называю дух моментально переходит в состояние абсолюта ну естественно определенный отпечаток в энергетической прошу прощения в памяти земли остается мы можем с ним поконтактировать взаимодействовать но он уже никогда не будет сознательным это конечно существенный минус но с другой стороны ни один маг ни один практик никогда не сможет им воспользоваться далее после определенной церемониальной части следует энергетическая поддержка вашего мертвого практики же маги могут еще и энергетически астрально или на тонком плане поддерживать его по смерти об этом я расскажу в следующем видео про эти практики благодарю вас за внимание прошу вас поддержать мой канал подпиской и пальцем вверх да пребудет с вами сила берегите себя и своих близких цените тех кто рядом с вами и не забывайте тех кто уже ушел